МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже утверждены графики отключения горячего водоснабжения во всех многоквартирных домах города. Информация размещена на сайте администрации города Реутов, реутов.нет, в разделе ЖКХ, подраздел «Документы». Там любой житель может найти интересующую его информацию и ознакомиться со своим многоквартирным домом, где он проживает. Максимальный срок, на который отключат горячую воду – две недели. Но он может быть и меньше, если коммунальщики закончат работы раньше времени. Место, где зашумит Лес Победы, в Балашихе выбрано не случайно. В прошлом году здесь прошла санитарная вырубка деревьев. В этом жители Реутова и Балашихи восстанавливают подмосковный лес. Это прибавляет настроение и патриотизма. Когда в этой акции еще помимо молодежи присутствуют ветераны, которые наставляют, тут многовожаемый ветеран посадил даже дерево, перекрестилось. Сказал огромное спасибо, что все вместе, молодежь, среднее поколение вспоминают отцов и дедов. По одному на каждого погибшего солдата на фронтах Великой Отечественной. В акции «Лес Победы» риутовчане участвуют второй год подряд. В этот раз высадили больше тысячи деревьев. Опыт у нас уже есть. В прошлом году мы сажали в Электрогорском лесничестве. Сегодня это городской округ Балашиха. Конечно, приятно, что откликнулось на наш призыв много молодежи. Это и молодежный парламент, это наши спортсмены, это многодетные семьи. Сегодня они здесь помогают нашим соседям, друзьям из Балашихи высаживать лес. Всего же в Московской области в этот день высадили почти полтора миллиона деревьев. Организаторы акции уверены, «Лес Победы» станет живым памятником павшим в годы войны. Через некоторое время я приду, посмотрю, как мои елки растут. Вот это уже хорошо. Вот я говорю, что прошлый год я сажал, я смотрел. Эти елки, которые сажали, они растут. Педагог Максим Щеколюк среди активистов посадочного фронта. Благодаря его стараниям в Балашихинском лесу появились больше 50 сосен. В акции принимает участие впервые, но уверен, лиха беда начала. Очень здорово, что провели подобную акцию. Она очень, мне кажется, полезная. Будем надеяться, что все растения вырастут и будут радовать жителей Московской области. Организаторы акции говорят, саженцы обязательно приживутся. Лесники в первое время будут следить за деревьями. И при необходимости обрабатывать их от насекомых паразитов. Творческая группа телеканала РТВ тоже присоединилась к акции. Сегодня в Балашихинском лесу мы посадили больше десятка сосен. Надеемся, и они будут радовать жителей города. Всего за несколько лет планируется высадить по всей стране 27 миллионов деревьев. Именно столько жизней унесла Великая Отечественная война. Сразиться в мастерстве по конструированию ракет, которые способны взлететь на 200 метров, решились три команды. От участников требовалось свободно ориентироваться в чертежах и по ним из готовых деталей собрать аппарат. Конкуренция серьезная. В командах лучшие ученики, причем не только ребята. Все первый раз, все сложно. Поэтому у нас первый блин, как говорится, комом получился. Участники собирали не только ракету, но и микроспутник. Паяли для него платы и шили парашют. После соревнований пройдет самый главный этап – запуск ракеты из пневмопушки. К сожалению, с запусками в эти два дня в городской черте этого делать нельзя. Но мы надеемся это сделать через несколько недель. Просто договориться, собраться, надо куда-то выезжать, закрывать небо. Это целая операция. Задание для конкурса разработали преподаватели лаборатории аэрокосмической инженерии МГУ. Они же помогают справиться с задачей участникам отборочного этапа «Юниор Скилз». Любая инженерная деятельность, она чрезвычайно полезна школьников. И чем больше дети осваивают это в детстве, тем с большей вероятностью они будут применять это знание. Я думаю, что безусловно. «Юниор Скилз» – программа ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников. Этот конкурс открывает для ребят новые возможности для освоения современных и востребованных профессий. Даже если один человек из десяти скажет, я хочу пойти по этому направлению учиться, он может у нас продолжить обучение и в колледже «Энергия» получить рабочую профессию. И, соответственно, Бауманское отделение, аркосмический факультет также, пожалуйста, заинтересованы, чтобы ребята здесь, в Риотове, родились, отучились в школу, профобразование получили, высшее образование. И на наше предприятие пошли работать. Победителем регионального соревнования «Юниор Скилз» стала команда 10-й школы. Теперь ей предстоит принять участие в составе сборной Московской области в национальном чемпионате «Молодые профессионалы», который пройдет в конце мая в Красногорске. Не самые приятные новости от синоптиков. Столичный регион накрыл атмосферный фронт, так что вся предстоящая неделя будет пасмурной и дождливой. Практически редкий день на неделе будет обходиться без дождей. К концу рабочей недели, в связи с тем, что над Риотовым на волне атмосферного фронта раскрутится небольшой самостоятельный циклон, он опять собьет температуру. И столбики термометра вряд ли превысят отметку плюс 15 градусов. Плюсом такой погоды является то, что на неделе обойдется без ночных заморозков. Сегодня в Риотове весь день будут идти дожди, небо затянет облаками, температура воздуха прогреется до плюс 15 градусов.